Всем привет! Сегодня поговорим о программе iaboot для создания мультисогрузочных флешек. Вот у меня имеется флешка 28 гигабайт. Вот я сейчас еще разок ее на всякий случай форматну. Пусть она полностью вычистит флешку, чтобы на ней вообще ничего не было. Вот, закрываем. Ну вот, 28.8 из 29.8 и стальки-то там свободно. Грубо говоря, флешка отформатирована чистенькая. Теперь наша задача скачать программу. Я покажу, как ее скачать. У меня в вишенке в командах и видео имеется раздел флешка. И в нем первый подраздел называется реаниматор. Чтобы вам самим там ничего не набирать, вот если у вас в команде видео файлик есть, то можете его спокойненько пойти сюда. Значит, пожалуйста, идете, значит, по ссылке. Открывается файлик. Вернее, открывается веб-сайт. На нем вы, значит, нажимаете вот iBootExtractor.exe, скачиваете этот файл. Я у себя сохранил его. И вот уже, когда вы скачали программу iBootExtractor, вы ее запускаете. Каким образом? Ну вот по нему два раза левой кнопкой мышки кликаете по значку. Если у вас загрузка, значит, идите в загрузки, там по нему два раза кликните левой кнопкой. Согласитесь. Вот он, программа iBootExtractor, она определила флешку сразу. Вон, написано 28. Единственное, значит, ну, если у вас будет флаг другой, возьмете, выберите свой язык. Я еще добавляю форматировать FAT32, соглашаюсь, нажимаю ОК. Соглашаюсь. И теперь программа iBootExtractor, она распаковывает все файлы на флешку. Из флешки вы можете скачать установочный образ Сергея Стрельца. Значит, он находится на сайте NEMO, там надо регистрироваться. Ну, там простая регистрация, все на русском языке. Скачиваете эту сборочку, и у вас будет починочный диск, значит, Сергея Стрельца. Очень хорошая штучка. Чистую десятку скачаете вот по этой ссылке. Установка на двух языках. Значит, на русском, на английском, и там 26 разных вариантов десятой винды. А качаете какую-нибудь там профессиональную или корпоративную, которая вам нравится. Дальше. Поисковики операционных систем. Находятся вот они по этой ссылке. И, значит, сборки Linux. Ну, я вам покажу. Значит, практически... Вот они все. Вот это вот пиктограмма. Вот по этому значку, когда вы кликните два раза. Вот. Вот у вас все оно, как говорится, и появится. Теперь, значит, я буду устанавливать несколько операционных систем. И также поставлю поисковик операционных систем. Значит, каким образом? Просто. Вот здесь, ну, первым делом я всегда проверяю. Вот здесь вот управление разделами. Вот всегда должна быть буковка А. Если у вас ее нет, ничего вы на эту флешку не запишите. Поэтому поупражняйтесь. Ну, у меня все получается нормально. Значит, открываем интеграцию. Идем вот сюда. Ну, давайте первым делом DOS-овские программы выберем. Здесь мы выберем. Вот супер групп. Та-да-дам. И давайте пойдем на диск D, где у меня все это дело хранится. Значит, вот в реаниматоре у меня, значит, все это дело хранится. Так. Как бы тут покрупнее. Ну, давайте так. Так. Значит, вот здесь у меня имеется супер групп 2 и там длиннющая гибрид, ангидрид и прочее. Все. Нажимаем. Спрашивает название. Соглашаемся с названием. Установлено. Следующим поставим. Ну, давайте винду десятку поставим. Официальный образ у меня есть. Идем сюда. Под сюда. Да. Ну, вот это сборка от Монкруса. И так же нажимаем. Соглашаемся с названием. Ну, спрашивает разделить надо. Да ради бога соглашаемся. Все. Ну, а теперь, значит, ждем. Я пока прервусь. Когда закончится установка на флешку установочного образа 10 виндей. Итак, мы записали десяточку. Ну, и теперь давайте таким же образом, значит, запишем сборку Стрельца. Только надо будет пойти вот сюда. И здесь выбрать словечко Стрелец. Идем на наше местечко. Открыть. Вот. И пусть она ее записывает. Пока, значит, программа ее записывает. Мы, значит, пройдем-ка вот сюда. Значит, вот ссылочка, которую я давал Вишенке, она ведет, вот, пожалуйста, на сайт Сергея Стрельца. Значит, сергейстрелец.ру И здесь, значит, можете покопаться. Посмотреть его самые там различные сборки. Вот. Автор он очень такой толковый. И сборки его пользуются широкой популярностью и не только в России, смею вас уверить. У него, потому что есть еще сборки и на английском языке. Вот таким вот образом. Значит, также... Второй известный автор сборок десятки. Это вот Монкруз. Раньше он был на сайте Немо. Ну, потом, значит, что-то там у них не получилось. Разошлись они во взглядах. Ну, у меня с этим сайтом я тоже сталкивался. Тоже там, ребята, не подарок. Сидят, нас уковыряют и считают себя великими знатоками и критиками, которым все позволено. Ну, ладно. Так вот. Значит, дается ряд ссылок. У меня вот заработала вот эта вот третья. Вы поищите, с какой у вас будет качаться. С той ссылочки скачаете, значит, файлик. Значит, и, как говорится, у вас будет вот для Винды практически что. Поисковик операционных систем. Раз. Будет ремонтная сборка Сергея Стрельца, где практически все есть. И плюс новая десятка установочная, которую, значит, вы можете, скажем так, установить. Дополнительно, значит, вот я вам еще кое-что тут покажу. Значит, вот у меня на сайте имеется кладовочка. Она, вот сейчас колесико я вниз прокручу. Называется она Крок. Вот. На Кроке у меня имеется, значит, такой небольшой разделчик, который называется программы для Винды. Вот. Программы для Винды. Вот. Идете сюда. Что могу порекомендовать? Ну, я буквально сегодня туда все по новой понакачал. Можете, значит, брать, чтобы не бегать по разным сайтам. А вот, что хочу порекомендовать, давайте-ка вот. Вот такая вот программулина Крохотулина. Значит, называется она Destroy Windows Spying. По-русски это, значит, уничтожение шпионских программ Windows. Ну, вот это у меня чуть не очень хорошо работало. А вот эта вот ДВС, значит, она очень даже нормально и заработала. И файлик-то сам по размеру очень небольшой. Ну, 0,3 мегабайта. Представляете? То есть, 300 килобайт. Совсем крохотулечко. А можете попробовать обе, какие у вас будут лучше работать. Ну, вот у меня хорошо, значит, заработало вот это. И там есть, значит, несколько опций просто убрать шпионское оборудование. А есть еще опция, значит, запретить Windows обновляться. Там по вкладочкам поползаете и ткнете, чтобы у вас, значит, была эта опция, что запретить Windows обновляться. Иначе с перезагрузками там каждый раз будете там по полчаса там терять. Вот. Ну, а остальное, значит, на ваш вкус и цвет, как говорится, ну, неплохой. Есть деинсталлятор программ. Есть хорошая программулина, значит, сейчас скажу. Вот, Auslogic для настройки винды. Тоже очень хорошая такая. Я считаю ее одной из самых лучших. Ну, короче, вот, знаете теперь местечко, там, пошукаете, посмотрите, там, что вам, как говорится, понравится, то и возьмете. Вот. Вот этот деинсталлятор мне не понравился. Он хоть и портативный, но дает окно на винде во весь экран. И даже к краям его не подобраться. Ну, это потому, что у меня панелька наверху. Вот. Ну, ладно. Значит, вот такие вот дела, вот такие вот, скажем так, пироги с котятами. Значит, вот двоих авторов я вам, значит, дал, Сергея Стрельца и Манкруса. Авторы проверенные, проверенные, скажем так, ну, если не пятилетием, то, ну, лет десять-то уже точно они там публикуются и имеют, скажем так, заслуженную репутацию. И, скажем так, без дураков все делают. Хорошие у них сборки. Вот. Значит, плюс, значит, файлик вишенка, ну, файлик вишенка, он практически устанавливается на винде и на линуксе. Есть, значит, все это дело в сети наберете. Черри 3, вишневое дерево, найдете этот сайт, называется он, gillspen.com. И там, значит, практически скачаете версию для Windows. Там есть два варианта. Обычная установка и портативная. Какая вам нравится, то и качайте. Начнем скачать файлик Черри 3 у меня с сайта. На сайте, я, наверное, закрыл его, да? Или нет? Нет, да? Ну, вот. Скачаете, значит, файлик вишенку, где будет там у вас все самое необходимое. Скачаете прямо, нажмете или на команды видео, или нажмете на значок вишенки. Попадете на мигу. У меня этот файлик постоянно обновляется, поэтому там месяц-другой прошел. Забегаете, смотрите даты. Появились ли новые даты последнего обновления. Если они есть, то можете качать новую версию. Вот. Команда видео. Правой кнопкой. Загрузить. Взяли, скачали его. Создали для него какую-нибудь там папочку Черри 3. И, значит, у вас уже, как говорится, будут иметься вот все вот эти вот команды. Вот они. Здесь, допустим, все самое необходимое для создания мультизагрузочных флешек. Итак, программа покричала, что сборку стрельца она установила. Ну что, у меня остается теперь еще установить там пару-тройку Linux. Ну, давайте я вот сюда перейду. Наберу Linux OS. Здесь наберу автоматически определять. А здесь пойду, значит, на Linux. Снова поднимусь наверх. Вот у меня тут Linux есть. Своя папочка. Ну что, ну давайте дипинчик я поставлю. Дипинчик мне очень уж понравился. Хорошая штучка. Предлагаю даже создать кладовочку. Ну, 2 гигабайта для него будет достаточно. Согласимся с названием. То есть, у дипина будет еще и режим с сохранением изменений. То есть, вы там даже кое-что можете менять прямо на самой флешке. И эти изменения будут сохраняться. Вот. Если вам нужна будет кладовочка больших размеров. Ну, там на максимум, по-моему, 4 гигабайта. Нажмете, будет у вас там 4 гигабайта. Ну, в моей, в этой сборочке, там практически много чего напихано. Сильно много вам уже и не понадобится устанавливать. Много там программ установлено. Все на моей кладовочке. Дипин. В виде изообраза. Последняя версия 15.7. Вот, кстати, для того, чтобы избежать тысячи вопросов. Что у меня за панелька на винде. Панелька эта называется Nexus. Долгое время там она была где-то в 2000-х годах там валялась. Ее перестали что-то там с ней возиться. А потом вот посмотрел тут несколько лет назад. Дьяков взял ее, как говорится, там подработал. И вот получилась прекрасная нижняя панельечка для винды. Так что, для любителей, вот пожалуйста. И у меня на кладовочке она выложена. Называется Nexus. Ну, что скажу. Ну, хорошая панелька. Удобная. Вот здесь вот у меня запущенные программы отражаются. Вот. А, значит, здесь те программы, которые можно, как говорится, открывать просто одним щелчком мышки. Вот и все. Ждем, когда откроется OSLogic. И я немножечко о нем расскажу. Вот OSLogic. Это самая последняя версия. Я его сегодня скачивал. Выглядит вот таким образом. Нажимаете просканировать все. Resolve all. Ну, скажем так. Починить все. И вот сразу окошечко. Что... Чтобы cookie там удалил. Да ради бога. Пусть удаляет. И вот спрашивает. Закрыть браузеры. Да. Закрыть их все. Обойду себе без них. Потом они... Всегда смогу. Что нужно сделать. И он начинает вот починку. Пишет там, сколько процентов починено. Да без проблем. Нажимаем обратно. Нажимаем. Обратно. К обозрению. Здесь. Пока ничего не делаем. Просто ждет. И скоро вот эта вот таблиточка. Вот когда-то все это закончит. Крутится. Вот. Пишет. Состояние вашего персонального компьютера. Хорошее. Я. Ну и ладно. И мне это пока, как говорится, и устроит. Хотя. Готово. Пишет. Ну. Давайте другой образ я еще выберу. Давайте я выберу. КДЕ не он. Ну давайте КДЕ не он. Выберем. Наберем. Окей. Кладовочку. Ну сделаем кладовочку на... Ну. Ну. Гигабайт сделаем. Не собираюсь там я сильно что-то сильно изменять. На этой кладовочке. Потому что у меня основная будет. Linux. Минус. Монс. Вайна. Вот там я кладовочку сделаю. Там. Гигабайта там на 3 или на 4. Вот. То есть. Понимаете. Вот. Хочу. Выразить свое отношение. Я никогда с пеной там у рта не орал. Что вот там. Windows. Самое лучшее. А Linux. Худшее. Или наоборот. Linux. Самое лучшее. Windows. Худшее. Я значит. Всегда стараюсь брать. От тех систем. Которыми я пользуюсь. Наилучшее. Вот. У меня все наилучшее. Я получаю на Linux. На своем любимом Цинамончике. Значит. Linux. Минцинамон. Причем. Не последние сборки. А. 18.3. Потому что считаю. Что 19. Еще пока сырой. Вот. И. Значит. Ну. Вот видите. Оказалось. Что вот. Одна только программа у меня на Винде. Из-за которой я практически. И держу ее. На своем жестком диске. Ну. Слава Богу. У меня тут. Места. Как говорится. Вот. Достаточно. Вот. А я буду. Да. Можно было конечно попытаться. Там. Через Вайн. К Линуксу. И. А я буду. Прицепить. Ну. Тогда. У меня вообще. Надобность. Винде отпадет. Ну. Со временем. Попробую. Вот. А так. Практически. Все остальное. Чем я пользуюсь. У меня есть. На Линуксе. Вот. Но на Линуксе. Нету. Вирусов. Я никогда. На Линукс. Не ставил. Антивирусных. Программ. А. Никогда. Не ставил. Поисковиков. А. Антивирусных. Ну. Просто. Я. По самому Линуксу. Я знаю. Что. У меня. Чисто все. Ну. Что. Под паролями стоит. Корень. А. Вот. Как-то легко туда. Как говорится. Добраться. Вот. А. Поэтому. Значит. Вот. В плане. Всяческих. Вот. Этих. Штучек. Значит. Линукс. Гораздо более устойчивее. И стабильнее. У меня. Порой. Неделями. Как говорится. Компьютер. Включен. И не глюков. И ничего. А на виде чего. Поработал. Поработал. Потом. Бах. И все. Замерло. Замерзло. Вот. В свое время. У меня это настолько доканало. Чем давно уже было. Перешел на Линукс. И избавился от этих проблем. Вот. И все. Ну. Ладно. Значит. Сейчас закончится установка. Когда я не он. И затем мы поставим. Линукс. Минсонамон. 18.3. Свайном. Там с балаболкой. Ну. Значит. Вот. Особенностью. Значит. Я уже не раз подчеркивал. Что. Он не сохраняет. В изообразе. Балаболку. И голоса. Поэтому. Каждый раз. Приходится с кладовочки. Скачивать. Значит. Балаболку. И там. Русские голоса. Ну. Меня. Обычно. Устраивает. Там. Николай. Катерина. Ну. Там. У меня. Татьяна. Но. Там. По 30. По 50. А. Татьяна. Там. По слуху. Лично. Мне. Лично. Меня. Устраивает. Дегала. Николай. Вот. Такие. Вот. Вещи. Ну. Ладно. Значит. Прервемся. На секундочку. А. Затем. Будем записывать. Ценомончик. Итак. Установка. Закончилась. КДН. Ну. Ну. И. Давайте. Поставим. Последний. На сегодня. Линокс. Это. Будет. Мой. Любимый. Ценомончик. С Вайном. Вот. Так. Вот. Нажмем. Окей. Ну. Здесь. Я. Уж. Не поскуплюсь. Сделаю. Кладовочку. Ему. По максимуму. Четыре гигабайта. Ну. Что. У меня. Это. Основная система. Вот. Он. Пусть. Там. Себе. Все это дело. Создает. А я. Вам. Пока. Еще. Вот. Нажимаете. RM. Преп. USB. На. Кликайте. По этой. Ссылке. И. Оказываетесь. Вот. Здесь. Пробегаете. Ползунком. Вниз. И. Вот. Первое. Что. Вам. Встретится. Вот. Ее. Берите. Как говорится. И качайте. Самый. Последний. За 17. Июня. Вот. Хорошая. Программулина. Вот. Когда. Мы. Установим. Сейчас. Последний. Визообраз. На флешку. Она. Очень. Пригодится. Потому. Что. Позволяет. Просматривать. Флешки. На. Винде. Без. Перезагрузки. Грузит. Загрузочное. Меню. Там. Можно. Пробежаться. По. По. Пунктам. Но. Я. Никогда. На. Не. Дожидался. Полной. Загрузки. Какого. Либо. Просто. Навскидку. Уж. Если. Меню. Загрузки. Загрузочная. В. Процентах. Случаев. Вообще. Вот. Таким. Образом. Поэтому. Значит. Я. Сейчас. Несколько. Перелось. А. Потом. Пойдем. Дальше. Итак. Последний. Линукс. Мы. Установили. Теперь. Займемся. Настройками. Давайте. Посмотрим. Что. У нас. Загрузки. Загрузки. Нет. Не. Сюда. Вот. Настройка. Значит. Ну. Естественно. Английский. Я меняю на русский. Сейчас. Найдем. Где. У нас. Тут. Он. Прячется. Вот. Оно. И. Поскольку. У меня. Глазки. Слабенькие. Я. Делаю. Побольше. В. Вначале. Я. Пишу. Применить. Настройки. Сохранены. И. Вот. Та. Чуденькая. Программка. Про. Которую. Я. Рассказывал. Которая. Позволяет. Просматривать. Флешки. Вот. Я. Ее. Сейчас. Запущу. Видите. Флешку. Она. Определилась. Сразу. Нужно. На эту. Кнопочку. Нажать. Протестировать. Ее. При помощи. Ку. Эм. Эмулятора. Ну. Я. Вот. Соглашаюсь. Теперь. Жду. Когда. Окошечка. Появится. Появляется. Сообщение. Что. Грузится. И. Вот. Появляется. Значит. Меню. Загрузки. Ну. Естественно. Значит. Здесь. Вот. Наш. Поисковичок. Операционных. Систем. Сейчас. Я. Попробую. Включить. Вот. Он. Появился. Дальше. Значит. Здесь. Находится. Сборка. Десятки. И. Тут. Вот. Предлагается. Значит. На. Выбор. Вам. Что. Как говорится. Нравится. Дальше. И. Вот. Предлагается. Значит. Сергей. Стрельца. То есть. Как видите. Я. Не. Жду. Когда. Полностью. Там. Загрузится. Операционная. Система. Для меня. Важно. При помощи. Этой. Программы. Просто. Посмотреть. На. Менюшку. Если. Там. Оно. Работает. Вот. Нажимаете. На. Сергей. Стрельца. Наводите. Enter. И. Вам. Появится. Тоже. Варианты. Ну. У. 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 Ну. И. Остаются. Значит. Линуксы. Вот. Пожалуйста. Дипин. Кеды. И. Линукс. Минсонамал. Вот. Все. Практически. Они. Грубо говоря. И. Встали. Единственное. Что. Меня. Не. Нравится. Мне. Цветокошечка. У. 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 Я. Я. вот настройки и в настройках у меня там загрузках сидела вот такая вот обоинка вот я щас ее открою тут напишу не спрашивать здесь вот предлагает загрузчик по умолчанию или у ефи а можете выбрать групп 2 можете выбрать будет менеджер clover там и что вам нравится нажимаете принять окей ну а теперь давайте посмотрим что у нас здесь получится ну вот лично мне такое скажем так как-то даже больше нравится все на русском языке крупно ясно и понятно вот таким вот образом значит я делаю свои мульти загрузочные флешки смею вас уверить что все на ней работает я уже сказать это просто в учебных целях вам показывают этого несколько раз все делал проверял и перепроверял нормально все работает вот вы же можете поставить при помощи этой программы на флешку свои любимые linux и windows и там свои диагностические программы и так далее она тут без разницы хорошую сделал прогул вьетнамец практически лучше на сей день я пока не нашел вот юмита затыкается тоже перестала сборки созданы программы систем баг записывать и там еще там в интернете я читал там что-то слушок шоу про них что они там и шпионская какой-то там себе программное воткнули ну в общем взорвались ребята ну вот а вот этот парень из вьетнама значит он очень хорошо значит все это дело сделал у него постоянное обновление есть так что но никаких претензий на сегодняшний день это одна из лучших на программ для создания мульти загрузочных флешек это мое личное мнение у вас может быть другое я не против вот ну ладно на всем на этом значит я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч